я вновь приветствую вас дорогие друзья представляете я смогла первый раз склеить фрагменты видео я не знаю у меня почему-то на телефоне кусочками ну вот я например снимаю видео да а потом она у меня почему-то фрагментами как-то ну короче вот запись идет а потом мне выдает телефон например несколько кадров ну смогла склеить так обрадовалась навела себе кофе пляж вот сюда так мы там с вами остановились я показывала вам вот этот браслетик который серебряный но серебро отличается капризным очень в каком смысле то есть ему нужно тактильное соприкосновение иначе она темнеет почищу завтра так что друзья вот и время бежит и мы не молодеем вот задумываешься задумываешься я знаете выросла вот так получилось мама у меня болела я что-то все как это называется было ребенком интернет у меня был потом меня взяла на воспитание галя хорошая женщина галя грязнова сейчас ее уже нет сейчас ее уже нет вот она меня привела любой к чтению обыкновенная русская женщина работала кем она работала она работала крановщицей очень много сделал для меня воспитывала старалась но когда поженились с мужем ну чё молодая семейная пара чё мы там можем как говорится да денег мало и он мне все равно он работал ну зарплаты же были не столь большие и он работал подрабатывал еще помимо своей работы и он купил золотые серьги я никогда не забуду то что детей я родила а я ему говорю олежка давай подарим эти серьги галине она столько столько сделал для меня и мы эти сережки подарили хорошая женщина была всему учила меня и готовить и шить и духовно развиваться как-то не знаю может я так думаю ну как-то проще что ли раньше было насчет этого и как-то и доверяли мы друг другу больше сейчас как-то немножко по-другому чуть-чуть вы заметили люди перестали доверять вот интернет да хорошо хоть интернет а чё вот я с вами общаюсь а в душе то у меня что вы мои друзья я не поверите у меня люблю вас мне кажется меня вот кто-то слушает как будто это интересно ну на самом деле так а еще я очень много думаю что сколько все таки в мире боли сколько в мире воин различных болезни дети голодные ходят страшно даже как вот так задумаешься об этом обо всем у нас слава богу хоть в серии да что творится везде интернет вот так открываю смотрю честно говоря телевизор вообще не смотрю вот все по интернету вообще сердце кровью обливаются дай бог мира и здоровья людям чтобы все опомнились перестали воевать что-то там делят что-то не знаю с ума сошли вот и с вами разговариваю заодно сейчас все потихонечку сортирую разложу это горный хрусталь вот это я даже не знаю по цвету и по ощущениям похож на опал ну не буду честно говоря даже не знаю что это за вкрапления вот эти вот ну красиво очень а может и просто стекло кто его знает сейчас же все сделаю так думаешь что это камень а это вовсе не камень а вот это вот тигровый глаз кстати тигровый глаз но я не знаю друзья я вот сейчас я вам скажу у меня но я мужа похоронила и вот у меня представляете вот в первый же день как мне только сообщили у меня на теле но я сначала подумала на нервной почве раз-раз такие пятна пошли нервные потом прошло какое-то время но я смотрю еще больше и больше и больше короче говоря у меня эта история года три была я начала страдать псориазом ну вот фу слава господу ушел этот псориаз и вот тигровый глаз вот кто меня смотрит да может быть кому-то это будет тоже полезно узнать он очень помогает от псориаза это вообще такой камень он и лечит ну вообще он считается денежным он защищает очень хорошо но вообще он считается денежным камнем то есть приносит деньги и носить его надо вернее кольцо надо носить на левой на левой руке на безымянном пальце я такая смешная показываю вам браслетики можно подумать ну не знаю мне вот нравится и вам понравится я была маленькая ну а чё я кстати была очень всегда высокая у меня было как это называется не кличка у людей называется как это ну короче говоря меня же зовут альбина и вот меня все дразнили али ба ба али ба ба я была еще очень высокая я так стеснялась всегда своей своего роста и все время пригибалась как будто бы стану чуточку ниже донецке а почему я высокая так получилось что у меня мама очень маленького роста моя мама мне можно сказать ну совсем она была маленькая папа был очень высокий два метра четыре сантиметра мой отец крымский татарин я все время маме говорила говорю мама как вы целовались то хоть она готова меня на руки поднимал ну это все скажем так со слов мамы отца я своего друзья не видела всегда любила и люблю но не довелось встретиться мама заболела так получилось что у него образовалась новая семья и ну не суждено мне было его увидеть я сделала две попытки пришла домой к нему ну открылась жена я говорю покажите хоть фотографию я не буду ее забирать ну ну и она мне гневно сказала нечего вам тут делать ну я человек такой думаю значит не судьба значит не судьба здесь вот горный хрусталь и лунный камень тоже очень красиво тоже очень красиво ой ну как я сейчас видео склеила как я рада как же это у меня так получилось какая я молодец вот тоже сочетание какое красивое нежное яшма пейзажная и тоже горный хрусталь смотрите какая красота мне кстати в комментариях написали написали геннадий благодарю вас геннадий